Здравствуйте, православные! 3 октября. Мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И сегодня церковь празднует память великомученика Евстафия Плакиды, жены его феописты, и чаты Хагапия и феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и Болярина, его Фёдора Чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор брянских святых, а также священномучеников и актисты Александр Пресвитеров из новомучеников в 1937 году пострадавших. А поговорим о святом благоверном князе Олеге Романовиче Брянском. О нем известно мало, но, с другой стороны, в прошлом нашем годичном цикле мы говорили о великомученике Евстафии Плакиде, вот о нем там, да, мы знаем достаточно, но, с другой стороны, чтобы не повторяться, возьмем же и рассмотрим житие другого святого. Итак, святой благоверный князь Олег Романович Брянский был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. По летописям мы знаем, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом, князем Романом Михайловичем Брянским, участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средство. И в этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем, но тут ценно то, что вот иной раз мы по крупицам собираем сведения о подвижниках, которых Господь прославляет своей благостью. И в качестве темы для размышлений сегодня я предложу вам тезис о том, что это не церковь прославляет святых. Да, собираются такие благообразные старцы, архиереи и думают, а кого бы нам канонизировать? А вот что-то у нас учителей маловато. Давайте поищем учителя и возведем его во святые. Что-то у нас вот тут маловато воинов. Давайте-ка вот раз востребованы воины, поищем воина и его возведем в ранг святого. Нет, ни в коем случае. Это Господь прославляет своих угодников. И вот смотрите, буквально какие-то обрывки. Вот в летописи упоминается, а упоминается что? Что князь ходит в походы. То есть не будет летопись говорить о том, что князь устроил пир, князь там победил всех в каком-нибудь шуточном состязании с захватыванием зубами яблока в чане с водой. Ну, там типа вот все веселились и князь явил какую-то там такую прыткость и ловкость. Нет, женился, родился, крестился, женился, сходил в поход, умер. Вот о чем нам повествует летопись. И вот, да, князь Олег в 1274 году со своим отцом, князем Романовым Михайловичем Брянским, участвовал в войне против Литвы. И все. Ну, разумеется, значит, до этого он принять постриг не мог, как бы он в иночестве пошел на брань. А вот постриг, скорее всего, принял. То есть что же такое увидел князь на войне, что сподвигло его принять монашество и при этом еще сохранить монашеские обеты спустя месяц, год, пять, десять после того, как он принял постриг. Как вот повествуется, опять же, скончался строгим подвижником около 1285 года. 1274-1285, то есть получается 11 лет. И тут в качестве темы для размышления предложу вот еще о чем подумать. О том, что вот вера это все-таки такой интимный момент. И когда мы в Евангелии читаем, что Царствие Небесное подобно купцу, который узнал, что есть многоценная жемчужина на поле, продал все, купил это поле и считал, что он приобрел больше, чем потерял. Это же очень интересный момент, потому что, выходит, ведь он вскрыл этот момент, да? Что вот если бы он пришел, сказал, вы знаете, там на поле многоценная жемчужина, которая стоит гораздо больше, чем я за нее предлагаю, но я, позвольте, куплю по рыночной цене, а потом извлеку жемчужину и разбогатею. И вот это не про то, какой ловкий делец, а про то, как мы должны лелеять и защищать вот те ростки благодати и веры, которые есть у нас в душе, и ни в коем случае не выставлять их в витрине на всеобщее обозрение, как случилось это с князем Олегом Брянским. Вот буквально в один абзац уместилась человеческая жизнь, и Господь ведь этим тоже прославляет своего угодника и этим тоже хочет нам что-то сказать. Полагаю, я сказал достаточно для того, чтобы можно было подумать в этот день. И возвращайтесь завтра и берегите себя, православные. Субтитры создавал DimaTorzok